Слушай, я забыл тебя, как зовут? Ой, это Арман, точно. Все, извини. Я сегодня оператор? Да, ты сегодня главный оператор. Если тут погасла красная запись, тогда надо нажать вот эту кнопочку. По идее, этого не должно быть, но... Ну, мало ли чего. В конце курса получилось. Еще раз, сайт курса, strange-курса, badmarshav.gitkart.io slash em302 Ну, на самом деле, кто смотрит видео, на самом деле, на самом деле, на него... Написано. Хорошо. Давайте, значит, пойдем по порядку. Сначала, с чего начнем? Пишем что-то из домашки? Да, да, можно из домашки. Можно из домашки? Давайте домашку, по-быстрому. Кто, что пробовал решать, что получилось, что не получилось. Я пробовал две последовательники XnRAMON, и там, когда берешь плензу, и начинается бесконечный. Давай, попробуем. То есть, такой вопрос, вот если я буду строить регрессию на... Оль, получилось ли это? Нет, мне тоже просто бесконечный. Давай, значит, надо... Хорошо. Значит, если у многих такой вопрос, то я разберем. То есть, задача была такая. Что, мы разберем... Там было с двумя константами или с одной? Однако. С одной. Ну, то есть, там как было? Там было yt равен bt1 плюс bt2 на t, или там было... Нет, 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 нет. Или там было... Или там было yt равен bt1 на t. Какой это было? Нет, первый. В прошлом не оговаривалось, но так как было написано логичная задача, то первый. Да, давай, Марат, первый. А ты, Марат, сделал, нет? Ну да, вроде. Так, чего ж ты молчишь? Или ты хочешь... Я сейчас смотрю. Ну, как-то ответ не сверится. Ну, там ответ состоятельный или не состоятельный? То есть, если мы берем состоятельный мэрер 2 с крышкой и считаем плин, то получаем ли мы... Вопрос, получаем ли bt2? Если мы берем плин, bt1 с крышкой, получаем ли мы bt1? Вопрос там такой. Поэтому тут сверятся ответы. Ну, ли б да да, ли б нет? Либо нет, ли б нет, да, ли б да нет. У меня ответ да, да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Ну, хорошо. Можешь показать, как ты решал. Что-то случилось. С другой стороны. Давай, конечно. Ну, только не шипе в штуку. Я с листочком проверю, что-то не так? Нет, нет, все так. Я просто говорю, что у меня тоже первая задача, но я не верно, что... Ну, давай посмотрим. Да, можно всем пользоваться, еще раз. Видите, суть, что вы решаете задачи. Значит, метод такой же, как в прошлый раз. То есть, мы представляем отзывку как линейную комбинацию ошибок. Откуда х взялись? Ну, это у нас эти... Да, да, да. Мы обозначаем общую. Ну, давай напишем, что х т равно т. Ну, то есть, чтобы как-то привязать... Чтобы как-то связать одно со вторым. Ну, так, да, все правильно. Общая формула такая, но в частный случай получается при приостановке х т равно т. Вот тут у раскрываем. А, ну, сначала мы можем скобку разнести и х т минус х третий... Ну, у вынеси за скобку, поэтому сумма этих будет ноль, поэтому это можем просто выжарить. Остается у нас просто у и т. Тогда пишем у и т. Это нормально, нет? Я понял, о чем разница. То есть все. Роман? Нет, да. Оль, пристанет? Да, да. Хорошо. Дальше, значит, примерно то же самое. То есть, бета-1 можно вынести, поэтому сумма отклонений ноль, поэтому бета-1 уйдет. Останется вот эта штука. Можно написать вот так. Здесь прием такой, нам нужно это как-то сократить. Мы можем сделать такую добавку. Сумма х-средняя умножить на сумма х-средняя, потому что это ноль. И в итоге можем каждый раз х-средняя вычитать отсюда. И поэтому у нас плюсы тут и тут одно и то же. Поэтому мы можем нести, что это β2 плюс и вот остаток. И получаем линейную комбинацию ошибок. Тут мы берем на самом деле какую-то конечную выборку, а потом уже идем до конечной. Оль, не бойся спрашивать, надо будет нас слишком мало, если мы кого-то будем терять, то надо будет стоп, я вообще нифига не понимаю, не рассказывать еще. Точно? Да. Хорошо, не стесняться. Ладно, сотрянули все. Так, давайте. Да, вот можно взять это за отправную точку. Дальше. Смотрите, в чем здесь проблема. Каждая... То есть, вот посмотрите на эту сумму. Давай пока там... Марат выписывает, я обращу внимание на эту сумму. Что происходит, когда n стремится к бесконечности? Когда n стремится к бесконечности, то количество слагаемых увеличивается. Правильно? Но каждая слагаемая в отдельности уменьшается. Почему? Потому что, действительно, знаменатель здесь уходит тоже к бесконечности. Ну, чем больше складывается x-сор, здесь же тоже сумма. Давайте... Ой, i нехорошо. Ой, слушай, можно я тебя поправлю? Я не заметил. Вот если у тебя тут индекс i, то тут индекс i уже нехорошо. А, да-да-да. Жига уже, жига уже, жига уже, жига уже, жига уже, жига уже. Ну, уже иначе, у тебя сквозная сумма будет командовать x-сами внутри той суммы. А может, если там по-друге, почему это жига будет? Ну, смотри, просто если у тебя две суммы с одинаковым индексом, вот сумма по i от единички там до пяти, а здесь сумма по i от единички до шести. x-ты, это как? Вот какая сумма распоряжается, то есть эта сумма говорит, перебирай i от одного до шести, а эта сумма говорит, не-е-е, перебирай i от одного до пяти. Ну, какими, брат? А, непонятно. Поэтому не могут быть две суммы, чтобы они командовали с одинаковым индексом. То есть одна командует индексом i, а другая командует индексом g. Поэтому эта сумма должна быть g, но это i. Ну, а эта сумма, она командует вот этими x-сами, поэтому не разно. Получается, что вот это вот непонятно, что за зверь. Ну и, в общем-то, расписываем. А, x-n-bar написано или что-то? Да, x-n-bar. Это среднее, посчитанное по n. Ну, чтобы уточнить, кто там зависит от n. О, нет, подождите, а это уже не комминфо. Что именно, что я плен беру от этих, что ли? Да, плен, сумму уже не равен сумме пленимфо. Вот это понятно, правда. Потому что количество слагаемых здесь стремится к бесконечности. То есть, смотри, ну, вот это уже нехорошо. То есть, может, и получил верный ответ, но способ формаля... Не-не-не, так не пойдет. Давай объясним, почему так нельзя. Вот. Я действительно согласен с тем аргументом. То есть, Марат абсолютно прав, что вот, если я считаю пленим, там, и, не знаю, там, какой-нибудь WNT плюс ZNT, то это действительно, если все плены существуют, то это вот такая сумма. Да. То это действительно так. Но, когда у меня... Вот это... Окей. Вот это верно. А вот проблема, вот если я напишу плен, сумма по I от единички до N, а здесь напишу 1 на N, да, то вот это уже не равно... Ну, смотрите, почему равна сумма по I от единички до N, 1 на N? Смотрите, не 1 на I, а 1 на N. Если тут константа, а ты не зависит, почему равна эта сумма? 1 на N. 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 1. Получится 1, правильно? То есть, левая 6 равна единичке. Ну, если я вот так возьму плен от первого слагаемого сколько? 0. Ну, плен от второго сколько? 0. 0. Плен от каждого слагаемого 0, и поэтому если я буду складывать 0... Ну, то есть, это не то же самое, что сложить плен, в принципе, имеющийся к бесконечности 1 на N, плюс плен от 1 на N, плюс и так далее, плюс и так далее. Потому что это 0, это 0, и это 0 в сумме. То есть, когда у вас количество слагаемых фиксировано, 10, не только с двумя, то все окей. Можно плен с суммой, а сумма пленов. А когда у вас количество слагаемых бесконечность или растет, как здесь, конечное, оно растет, то тогда плен с суммой может, ну, вот так простой пример показывать, не равняться сумме пленов. Да, в общем виде надо, да? Да, нужны какие-то другие собрания. То есть, еще раз, я не отрицаю, там, это ответ правильный или неправильный, что там состоятельный, я просто... Ну, то есть, как бы, то, что это неправильно, ты еще не знаешь, что я не могу ничего сказать. Да, что нельзя исправить ошибку. Бывает ошибка, которая не правится, а бывает ошибка, которая правится. Ну, я продолжаю. Мелкая квадрата. Ну, давай лучше одну из... Вспомним технику, которую... Я забыл, кто ее предлагал. По-моему, Оля предлагала. Я вот здесь сколько хозяина писать? Да, не-не-не-не, их агонистов. Спасибо, брат. Там просто хороша. А вот с каждой... Там, на самом деле, я вот только забыл, может быть... Я помню, что это либо Мария, либо Оля. А вот кто конкретно предлагал эту технику, я не помню. Мысль была такая. Ну, это же случайная величина, B2 с крышкой случайная величина. Согласны? Ой, кого здесь? Нет, это была ваша крышка. Да, я забыл здесь увидеть. Вот. Поэтому мы понимаем, что B2 с крышкой это случайная величина. Но замечаем, что мат ожидания от B2 с крышкой, если подставить сюда внутрь мат ожидания B2 с крышкой, то что получится? B2 плюс здесь конечное количество слагаемых я никуда, я не стремлю. Когда я считаю мат ожидания, я никуда, я не стремлю. Поэтому у меня получается тут вот N штук нулей, и это будет B2. Отлично. А если я посчитаю дисперсию, B2 с крышкой, то есть еще раз, я не делаю, еще раз, чтобы у всех мы были в одном занале, это просто мат ожидания, никакое невызрачное. Это теоретическое математическое ожидание. А вот это истинная дисперсия. Никаких выборок, просто истинная дисперсия. Ну, условно, на X мат ожидания, да? Что? Не-не-не, просто. Мы пока работаем в парадигме, что X константы. Сейчас мы сегодня, я надеюсь, сделаем шаги по переходу, другой парадигме, чтобы понять, чем они отличаются. Но давайте сначала в этой простой парадигме, когда X константы, и поэтому ничего на этих условиях ставить не надо, потому что они просто константы. Значит, VAR B2 с крышкой, это равняется. Поскольку у меня Ui независимая, правильно? То поэтому дисперсия B2 не влияет на дисперсию, потому что это истинная константа. Соответственно, у меня будет что получаться? Сумма дисперсий вот этих вот, верно? Чему равна дисперсия от Ui? Сигма квадрата. Сигма квадрата. А вот это слагаемое отдельное должно выноситься с квадратом. Правильно? Значит, здесь будет сумма по I от 1 до N. А здесь будет хит минус х среднее в квадрате делить на сумму хжитая минус х среднее в квадрате. И что, я забыл? Квадрат еще один. Еще квадратный вен. Взнаменательный. И пока чего? Новую сумму. Всего. 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 Вот. Вот эту сумму можно записать наверх. Получится, сигма квадрат поможет на сумму хитая минус х среднее в квадрате. делить на сумму хитая минус хжитая минус х среднее в квадрате. Да еще в квадрате. Сократим. Сократим. Одну сумму квадратов. Правильно? Остается сигма квадрата делить на сумму хжитая минус х среднее в квадрате. Вот. Если теперь брать Плим от этого. Вот. Там уже одно слагаемое. Только от этого мы берем не Плим, а просто Плим. Это же числа из версии. Это обычные числа. Плим мы имеем смысл убрать. Не, ну можно, конечно, и от последующих константов брать Плим. Но все-таки мы берем Плим. Теперь нельзя равен. Ну, то есть, я это делала. Я просто поставила дальше иксы. Ну, конечно, да. Теперь, наконец, можно подставить иксы, да. Мы можем сказать, что чему равна сумма хжитых? Чему вот это равно? Это, вот если раскрыть, что тут будет, сумма хжитых минус х средних в квадрате. Это что есть? Это есть сумма хжитых квадрат, правильно? Минус n на х среднее в квадрате. По-моему, так. Да. Ну, мы знаем, чему равны наши иксы. В нашем конкретном случае… Что такое сумма хжитых квадрате? Это 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 3 в квадрате плюс n в квадрате. Ну, можно воспользоваться какой-то готовой формулой или… Да, это n помножить на n минус… Нет, n плюс 1, наверное, да. Надо проверить на 2n. Да, вот так проверим. Сейчас посмотрим, как работает. Нет? Надо просто первое место проверить. При n равном 1, должны получить 1, а мы получаем… 1. Нет, а мы получаем… 1. 1, да. При n равном 2 мы должны получить 5, а при n равном 2 мы получаем… 2 на 3 сократилось – 5, правильно? Да. Ну, и проверим еще при n равном 3, тогда мы точно будем правы. При n равном 3 мы получаем 5 плюс 9 – 14, да. А здесь мы получим 3 на 4 – 12, на 6 – 2, 2 на… 7. 7. 14. Да, баланс. Соответственно, вот так надо писать. Хорошо, это знаем. Соответственно, x средняя – это сумма… Это 1 плюс 2 плюс так далее плюс n на n. Вот эта арифметическая прогрессия – это… n на n. 1 плюс последнее пополамное количество – это 1 плюс n пополам. Правильно? Средняя арифметическая. И, соответственно, наша вся сумма… здесь наш знаменатель… здесь наш знаменатель… здесь наш знаменатель… сумма… из жилья минус x средней в квадрате – это… n на n плюс 1… 0 на n плюс 1… на 6… минус n на 1 плюс n пополам… на 1 плюс n пополам… и мы видим, что там даже коэффициент перед n в кубе… ну, давайте посмотрим, сколько тут n в кубе выходит… у нас дальние коэффициенты просто запьем… значит, какой тут коэффициент при n в кубе? тут коэффициент 1 треть… правильно? при кубе… при кубе… n на n на 2n делить на 6… 1 треть… а здесь при n в кубе какой коэффициент? 1 четвертый… 1 четвертый… 4 минус… …1 четвертый… 4 минус 3… 1… и, соответственно, мы получаем, что вот эта штука… она ведет себя как 1-12n в кубе… … плюс какой-то хвостик… сколько-то это квадрат… сколько-то n… какая-то констант – там… но, все это неважно… понятно уже, что при n стремящении к бесконечности… а 1-12n в кубе рано или поздно станет главной… и скажет – все, все пошли к бесконечности… а куда вы там хотите идти к минус бесконечности или к нулю? меня не интересует… в общем, бесконечности… Да. Получается, что вот эта штука, обычный ее лин равен близ бесконечности. И хорошо. Ну и что? Что мы доказали? Мы доказали, что мат ожидания бета-2, а дисперсия стремится к нулю. И поэтому мы говорим, что вот там неравенство Чебушова. Такое чебулево. Неравенство чебушево. У нас не было в программе. Ну хорошо, есть такое утверждение, да? Как звучит утверждение, что если мат ожидания от Z-T равно A и дисперсия от Z-T стремится к нулю, то Z-T равно A. Было такое утверждение? То есть если мат ожидания одинаковая у случайных величин, а дисперсия у них все меньше, меньше, меньше и меньше, то эти случайные величины становятся похожи на эту константу. Но вот такой вопрос. Это мне необходимо, это достаточно? Это достаточно, да. Может быть такое, ну уж мы вам приводили пример, что дисперсия к нулю не стремилась неделю назад, но сходимость по вероятности была. Мы просто неделю назад приводили пример, то есть это достаточное, но... Нам нужно заказать тут что-то, ну... Как доказать вот это? Нет, а вот необходимое, чтобы наверняка вот... Необходимое, чтобы последствия стремилась по вероятности... Я не думаю, что там полное чего-то, кроме определения какого-то легкого критерия, чтобы последствия сходилась по вероятности... Не, не думаю. Скорее, какого-то полугого аналога в другой хромировке. Ну, я не осторожно предпочитаю вести себя. Не думаю, что не существует... Хорошо, значит, мы доказали что? Что бета-2 с крышкой... Чего? Да, что плин равен бета-2. Я бы спросил себе вопрос, а где неравенство? А, где-то я просто говорил, что вот из этого сюда доказывается, что здесь так называемая неравенство очень дешево. То есть, вот этот переход неравенства Чебышева. Как оно звучит? Она увидит, что вероятность того, что случайная величина Zn, ну, просто Z, любая, отличается от своего мат-ожидания, от E, от Z. Z, это вероятность того, что она отличается больше, чем на ε. Эта вероятность не превосходит дисперсии Z, деленной на ε в квадрате. Вот есть такое утверждение. Его тоже можно доказать. Не странно. Но это называется неравенство Чебышева. Чем будет неравенство Чебышева? Что случайная величина, если у нее маленькая дисперсия, она попадает далеко от своего мат-ожидания, дальше, чем на ε, не слишком часто. Окей? То есть, вероятность того, что случайная величина лежит далеко дальше, чем ε, от своего мат-ожидания, эта вероятность ограничена сверху вот этой константы. Окей? Ну, если у нас веренство равен, то... И если веренство стремится к нулю, ну, то есть, что означает? В нашем конкретном случае, если мы применим неравенство Чебышева, к этой задачи, мы получим, что вероятность того, что zN, t, отличается от своего мат-ожидания, а его мат-ожидания это a, вероятность того, что zN, t, отличается от a больше, чем на ε, это меньше либо равно, чем дисперсия zN, t, деленная на ε в квадрате. И, соответственно, из этого следует... Ну, поскольку дисперсия стремится к нулю, правильно, то получается, что и эта вероятность стремится к нулю. То есть мы лимит берем, да, опять? Да, мы берем лимит зевый справа. Да, справа стремится к нулю, но поскольку на отождание оно от нуля до этой константы, оно тоже стремится к нулю. Правильно? А это и есть определение сходимости по вероятности. Вот когда мы пишем такой лимит, мы говорим, что plin zN, t, r, 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 r. То есть доказывается через неравенство Чебышева. Это переход, это можно сказать, что это применение неравенства Чебышева. Тяжело? Неравно. Добро. Хорошо, мы доказались. В bt1 что происходит? В bt1 проще. У нас есть хорошая формула для bt1 с крышкой. Это y средняя минус bt2 с крышкой на x средняя. Правильно? Похож на то? Ну и, соответственно, вроде там все нормально. Можем расписать? Ну давай распишем. Что такое y? Ой, какой, какой, какой. А, ну, все нормально. Что такое y, да? Ну это можно сразу. Это bt1 плюс bt2 на... На x средняя. На x средняя плюс y средняя, да? На x средняя, да? Минус bt2 с крышкой на x средняя. Верно? Так. Сейчас как-то хочется покороче. Это почти все, но не совсем все. Пряму взять просто. А как приму взять? Потому что слева здесь приму справа. И будет bt1 с крышкой будет примать ее bt1. Брим от u средней легко берется это 0. Ну, а bt2 с крышкой это будет 2. Но bm от x среднего это... А, нельзя. Нельзя. Он же согласен, что то, что берется, bm от x среднего это, по-моему, бесконечность. Да, да. Потому что там n зеленая на n плюс 1 на 2n, по-моему. Да. Ну ладно, давайте, тем не менее, попробуем. Я думаю, что все-таки так можно добиться. Значит, давайте разделим на части. Значит, разделим bt1 плюс x средняя на bt2 минус bt2 с крышкой плюс u средняя. Правильно? Ну, давай сначала прочитаем. Плин от u среднего. Это что такое? Это плин от... Сумма u. Сумма u и 3 деленная на n. Ну, понятно, что мат ожидания от u среднего это 0. А дисперсия от u среднего сколько? Сигма квадрата на n. Конечно, сигма квадрата на n. Опять получаем то же самое. Поэтому плин в u у нас вышел сколько? Жаль. Поэтому плин в u среднего вышел 0. Хорошо. Это погибает. Если мы еще найдем, что плин вот этого равен 0, то будет совсем хэпи-энд. Правильно? Нам нужен плин от x среднего на bt2 минус bt2 с крышкой. Еще раз. Почему нельзя выносить x среднее? Вот, это же константы. Наши прогибает, что это константы. Ну, а d он есть. Да, туда складывается все больше слогайзм. Правильно? Вот. Ну, поэтому, как сказать? Очевидно, ну, то есть это тоже случайная величина. Тоже находим ее мат ожидания. Мат ожидания от x среднего на bt2 минус bt2 с крышкой. Случайным тут что является? bt2 с крышкой. Только bt2 с крышкой, но мат ожидание не равно bt2. 2, да? Поэтому получается 0. Верно? И находим точно так же дисперсию x среднего на bt2 минус bt2 с крышкой. x среднее выносится за скобку. Получается x среднее в квадрате. Это же мат ожидание дисперсии еще для конкретного n. Получается x среднее в квадрате. Помножить, а дисперсию bt2 с крышкой мы уже находили. Видите? Это такая страшная вышедюга. x среднее в квадрате. Возникает вопрос. Хорошо, а вот эта штука стремится к чему-то или не стремится. Давайте сообразим. А вот мы не можем, да, рассказать к примеру? Можно, можно. Мы же уже знаменатель выявили. Мы же можем на произведение к примеру, да? Здесь получается... Нет, нет, ну просто давай посмотрим. Здесь получается... Тут просто вот это стремится к нулю, а вот это стремится к бесконечности. Поэтому их надо вместе рассматривать. Борбинность нехорошо поделится, неопределенность в квадрате. Ну x среднее в квадрате. Это 1 плюс n на 2m на 2m на 2m на 2m. Почему? Для неопределения. Или я чертюклю? Нет. А умножить на n еще? А, нет. Не считай x среднее на 2m на 2m. У нас что это такое x среднее? Это 1 плюс 2 плюс 3ttttt плюс... Ну это n на n плюс 1. Пап, или я что-то забыл. Ой, попало. Там 2 какого. Сейчас, давай. Я действительно куплю. Это на 2 в квадрате, правильно? Да. Теперь хорошо? А n не нужно? А n не нужно. А, скажи. Оно сокращается. Там n помножить, а n поделить. Ну, из формулы суммы арифметической прогрессии, там, n слагаемых, n выйдет. Хорошо. А это мы тоже считали. Это σ2 делить на что? Мы выяснили, что здесь будет 1 двенадцатая n в кубе. Помните? Было такое, да? Плюс какие-то там, ну, в общем, мелочи пузыртые. И все равно я вижу, да, что все равно, даже если замножить его так круто, все равно, смотрите, здесь выходит σ2 множество на что? В числителе самый главный, самый главный в числителе это n2 на 4, да? Плюс тут мелочку за это я пошла. А в знаменателе самый главный это n куб на 12. А, и тот, который в числителе говорит, ну, да ты слабак, у тебя на 12 делят. А он говорит, ничего-ничего, сейчас подожди, ты узнаешь. То есть мы разделим на n куб, да, получается? Да. Или подождем, пока n куб будет существенно больше n квадрата. Потому что n увеличится. Вот, получается, что это все равно стремится к нулю. И мы опять попали в ситуацию, мат ожидания 0, дисперсия стремится к нулю, значит, плин от этой части тоже равен нулю. Правильно? Ну, и вроде доказали, что это, и это хорошая новость, да? Мы доказали, что и бета-2 с крышкой пин, правильно, бета-2, и бета-1 с крышкой пин, наверное, бета-1. То есть, когда вы строите регрессию на время, то вы можете быть уверены, что все хорошо, если у вас модель правильная, и достаточно много денег, то вы будете получать определенные стоящие. Это для вас пришли, что это не факт, что это не факт. Что это не факт, что это не факт, что это не факт, что это не факт. Здесь ну, потому что калерии у нас, и бета-1, и бета-1. Прокопали по кругу. Так, хорошо. Ну что, это разобрали, да? О, слушай, Арман, а ты же, может, как Стивен Спиллер там, ну как бы закончились уже, выключить, включить, да? Да, могу. А на красную? Да, на красную. Я включил. Не понимает, давай. Хорошо, можете еще раз пояснить, что у нас сейчас немножко прослушалось? Сознаменательным происходит в теме, мы заменили на n куб динамом 12 плюс бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну там какие-то слагаемые, которые меньше, чем n куб. То есть, там сколько-то квадратов. Как у вас эта знамена произошла? А мы считали, мы считали только что, что сумма хитая минус х средняя в квадрате это сумма это мы пришли к выводу, что это сумма хитых в квадрате минус n на х средняя в квадрате помнишь? и это мы пришли к выводу, что это n на n плюс 1 на 2n плюс 1 на 6 а это минус n на 1 плюс n пополам в квадрате И здесь вышла одна шестая, одна третья, здесь вышла одна четвертая, и остальные были более мелкие. Ну как, здесь коэффициент n на n на 2n, 2n3, или на 6, одна третья n. Здесь коэффициент n на n на n, но 2 на 2, и 2 на 4. А на этих я не обращал внимания. Ну то есть я могу формально написать плюсу малая n в квадрате, и поделим все, как правило, калорманное. Так, хорошо. Хорошо. Ну что, справились со справедливостью, да? Давайте будем потихоньку переходить к другой парадигме. Мари, ты хочешь что сказать? Давайте попробуем. Потому что это такой безвычный красивый факт, что... Да, ну, Мари, ты сама справишься? Ну, я надеюсь. Ну, только скажи, что будешь рассказывать. Чистично. Чистично. С реверанцией. Ну, и докажем сейчас, что у нас сумма от карты, цельной конечности, делить на карты, цельной конечности. Можешь менять еще. Делить на карты. Но если этот факт доказан, то дальше мы можем сказать, что простое. Я правила самое простое доказательство. Сначала начнем с того, что у нас x... Давайте введем x на отрезке от нуля до пиналла, да? Можно вспомнить график синуса, да? y равно x и тангенса, да? Вот сейчас тангенса. У нас сразу видно, что у нас x больше, чем синус x на этом отрезке, да? Вот здесь пиналла. Тоже на этом они как-то дико пересекаются и побольше. Это только тангенса, третья. Побольше будет, просто. Да, сейчас попробуем. Ты начни рисунку с прямой. Тогда один пойдет выше, другой ниже. И тангенса. Вот, и видно, что синус у нас меньше, чем x, и x меньше, чем тангенса x, да? Теперь что мы делаем? Мы просто возведем левую и правую часть квадрат... Ну, все части квадрат, да? x квадрат. Рябинус это строго. Ну, это не нуля, то есть это при... Ну, давайте сделаем так. Да. Смирение. Так, тут будет синус квадрат x, здесь будет тангенс квадрат x. Теперь я просто переверну эту штуку, то есть найду один на x квадрат, да? Один на x квадрат. Понятно, что у меня один на тангенс квадрат x пойдет сюда. Это пойдет в обратную сторону. Мы вспоминаем, что тангенс, ну, один делить на тангенс, это катангенс. Здесь пишем катангенс квадрат x меньше, чем x квадрат, меньше, чем... Можно вспомнить основное тригонометрическое толпиство, да? И тоже поменять. Значит, мы все поделим на синус квадрат x, чтобы его найти, да? У нас получится один плюс катангенс квадрат x равняется один делить на синус квадрат x. Значит, ну, мы заменяем эту штуку на один плюс катангенс квадрат x. У нас вот данное утверждение, ну, сейчас, чуть позже мы его докажем, пока его, как бы, надо принять на веру то, что катангенс квадрат гамма плюс катангенс квадрат 2 гамма плюс, ну, и так далее, до катангенса квадрат m гамма у нас оказывается равно m умножить на 2 минус 1 делить на 3. Гамма у нас, естественно... Только это не гамма, а омега. Ой, омега, извините. Омега 2 m плюс 1. Ну, вот эту штуку мы сейчас докажем, но давайте пока ее используем как факт. Через Мартан Бердс? Нет. Не совсем. А, значит, что она... Ну, можно, наверное, через мануну, в общем, или не поможет. А, там меняется. Меняется. Там... А, не, меняется. А, здесь разумеется. Ну, да, давай пока поверим, что. Интересно, есть какие-то геометрические циклы? Так, значит, что мы делаем? У нас вот есть вот это. Я сейчас возьму и буду прибавлять, ну, вот, в каждой части знаковые члены, чтобы было понятно. Вот, допустим, катангенс квадрат х плюс, допустим, катангенс квадрат 2х, да? Вы согласны, что это будет 1 делить на х квадрат плюс, тут будет у нас, что получается, 1 делить на 4х квадрат. Согласны? Ну, вот, из этого факта, если вот это меньше, чем 1 на х квадрат, соответственно, если я сюда подставлю 2х вместо этого, да, у меня будет 1 делить на х квадрат. И теперь я делаю, ну, такую же штуку справа, то есть, понятно, да, там, здесь будет у меня 1, меньше, чем 1, а это у нас, соответственно, должно быть меньше, чем, так, у нас должно быть меньше, чем 1 плюс катангенс квадрат 2х. А, еще катангенс квадрат 2х, да, еще 1, а еще 1, да, катангенс квадрат 2х, еще плюс 1 даже. А, теперь сделаем такую же штуку, в общем, для m слогаевых, да? Так, я переписываю для m слогаевых, то есть у меня есть катангенс квадрат х плюс катангенс квадрат 2х плюс и так далее, до катангенс квадрат mх, да, меньше, чем, здесь у меня полоса 1 на х квадрат плюс 1 на 4х квадрат плюс 1, так, в следующем у нас будет 3,9х квадрат и так далее, да, и это меньше, чем осталось правой части, то есть у нас будет 1 плюс катангенс квадрат х плюс 1 плюс катангенс квадрат 2х, да, плюс и так далее. Как бы, это очевидно, что здесь у нас единичек будет m штук, то есть я могу вот эту штуку записать как m плюс, ну, понятно, да, катангенс квадрат х плюс катангенс квадрат 2х, да, плюс 1. Теперь, используя вот этот факт, мы заменяем левую часть, ну, и, соответственно, правую, да, то есть у нас получится m умножить на 2м минус 1 поделить на 3 будет меньше, чем, я здесь вынесу 1 делить на х квадрат за скобки, да, у меня получится тут единичка плюс 1 четвертая плюс 1 девятая, да, и так далее, меньше, чем, заменяю эту часть, то есть здесь у нас осталось m и плюс, ну, вот такая же сумма. m на 2m минус 1 делить на 3. Теперь мы домножаем все части на х квадрат, да, то есть я убираю отсюда х квадрат. Здесь стираем. А все х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. А, да. И мы знаем, чему равен этот х. Ну, вот здесь у меня ω, но это х. Ну, понятно, да? Если я х под стороной. То есть мы можем сразу уже написать π квадрат 0,2 и плюс 1 в квадрате. То есть вот это выполняется только для конкретного? Нет, вот это что выполняется. Вот это равенство, оно выполняется только для конкретной аминги? Да, для конкретной аминги. Делить на 3. Здесь у нас сумма, которая нас интересует, да, осталась. 1 плюс 1 в квадрате, плюс и так далее. Это будет m на квадрате разделить на 2n плюс 1 в квадрате. И плюс, ну, то есть, квадрат на 2n плюс 1 в квадрате умножить на m на 2n плюс 1 разделить на 2. Ну, я ничего не сделала пока, только поможем. Теперь можно посмотреть на левую часть. Вот. И она у нас... Вот посмотрите, к чему она будет стремиться. Я могу даже стремить. Да, давай. Устремим. Устремим на бесконечности. Получим? 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 Ну, должны быть, по идее. Значит, мы возьмем 1. Тут бесконечности. Тут получим квадрат на 3. Здесь у нас будет 2n в квадрате умножить 2. Здесь будет 2, не 2, а 4n в квадрате, скобочки раскрою. Плюс 4n плюс 1. А, ну, пи квадрат на 4. Что? Да, пи квадрат на 4. Ну, как, да. Уже как бы очевидно, да? Можно сразу вопрос? То есть это справедливо для любого m, просто не равенство? Не равенство, да, справедливо для любого m. А можно же просто прервать правую-левую часть, а где такое, при котором они равны? Такого не кажется, правая часть всегда больше. А, пределы равны. У них пределы равны, а сами не равны. Ну, смотри, вот это левая, а это кусочек плюс левая. А, все-все-все. А теперь можно рассмотреть правую часть, да, и точно правильно наметить, что она у нас... Ну, что вот этот кусочек, который, он стремится к нулю. Да, ну... Это такой же предел? Да. Это в точече левая часть? Да. Ну да, вот этот такой вот, да, плюс вот этот, который стремится к нулю. Ну, да, здесь же прибыл, а прибылочки, да. m в квадрат, 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 m в квадрат. Так, вот теперь осталось самое сложное. Доказать как бы вот этот вот факт, да? я лично не помню то есть вот это я помню а вот про это я не помню надо ли доказывать теорему Виетта обобщенную там делается через сумму корней какая здесь идея мы должны в общем теорема Виета нам позволяет найти сумму корней полиномы мы должны сделать так чтобы у нас корнями были катангельц квадрат ну гамма омега да катангельц квадрат 2 омега и так далее а потом ну как бы найти их сумму через полиномы и это делается в следующем году значит у нас то есть мы сейчас хотим доказать вот твою формулу да 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 мы хотим доказать эту формулу значит начнем так через то есть идея давайте мы заведем сначала уравнение у которого будут такие формулы ну давайте ну какой-то полином да а n плюс 1 xn плюс 1 плюс плюс 0 да и у него значит сумма корней получается какой буквы корня позвонила ну давайте типа z а сумма корней это у паренома будет равняться ну вот это как раз теорема и это а n а n ну вот короче я не помню доказательства ну нет 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 такие страшные сломания мы говорим ну смотри представь себе что мы вот это уравнение да Разложим на со множители Допустим, у этого уравнения n корней Как может быть это уравнение? Можно a n вынести за скобки, правильно? a n выносим за скобки А дальше разложим на со множители x минус x1 на x минус x2 на x минус x3 n корней, правильно? n корней n и m одинаковые А там делали немножко по-другому Там сделали m не черное То есть это имеет значение, они разные n у меня там будет сейчас, n минус 1 будет 2m n минус 1 Ну ладно, хорошо, мне не жалко x минус xn равно нулю Да, я просто согласен с таким разложением Было уравнение, я его разложил на со множители Есть там n корней Вот, ну а дальше Соответственно Откуда возьмется вот этот вот коэффициент? Вот этот коэффициент Давайте подумаем, как он будет получаться? Он будет получаться следующим образом Мы должны будем Откуда возьмется коэффициент при xn минус 1? Кто там при xn минус 1? Надо x на x на x на x на x на xn, правильно? Потом x на x Ну то есть у меня тут скобок Скобок у меня сколько? Я тут у меня n скобок, правильно? Соответственно, чтобы получить x в степени n Минус 1 Вот, чтобы вот этот получить коэффициент Надо перемножать во всех скобках брать x А в одной из скобок брать x и ты, правильно? Ну и соответственно, как раз что будет получаться? Будет получаться, смотрите Минус x1 помножить на x в минус 1 Это я из первой скобки взял x минус 1 Вот этот x А из остальных x Теперь, если я из второй скобки возьму x2 А из остальных x у меня что будет? Минус x2 на x в минус 1 И так далее И все это умножить на n Что? Вроде минус 1 Ну смотри, если я отсюда возьму x2 Помножим вот на этой скобке на x На x И у меня это должно давать И этот же коэффициент, правильно? Коэффициент при n-1 степени Должно быть a n-1 на x n-1 Но x n-1 Как бы мы смотрим при нем коэффициент С одной стороны при нем коэффициент Ну видно, да? Давай черт x n-1 выбираем Получаем a n на минус сумму x Равняется a n-1 Или сумма x равняется a n-1 Ну это можно проще увидеть То есть у меня такое уравнение Я даже не знаю Это точно отравлено? Там единичка Ну неважно Ну смотрите, вот x-2 на x-3 на x-5 равно 0 Если вы раскроете скобки в этом уравнении То что будет? x в кубе Дальше будет x в квадрате С каким коэффициентом будет идти? Получается 10 Ну 2 плюс 3 плюс 5 Он будет идти с коэффициентом минус пол Минус 10 Нет, у меня там езычка будет, а сейчас просто Минус 10, правильно? Ну и там с каким-то коэффициентом x Вот там, правильно? То есть вот этот коэффициент Если раскроет скобки Двойка на x на x Тройка на x на x Пятерка на x на x И все они сюда придут Проще на конкретном примере Понимаете? Да, поэтому я думаю, что айну можно было не писать Она на доказательства не влияет Окей, хорошо Что делаем дальше? Там конкурс геометрически Интересно, что это фарш Сумма катангенса Сумма квадратов катангенса Это сумма площадей каких-то Сумма площадей равна дроби Где произведение такое На башнике геометр какие-то Квадратики складываются А потом получается прямоугольничек Ну так, если попытаться подумать То что, это какой-то квадратик Квадратики складываются Получился прямоугольничек Хочется какую-нибудь картинку нарисовать И сказать, вот Это какой-то поле Ну, мы сумеем попробовать Мы верим в эту формулу, да? Там R по степени R Да, R еще не хватает Длины Ну, или мы считаем, что длина здесь единичная Мы будем выводить потихонечку, да? То есть, если я запишу Вот это будет очевидно? Или нет? А, можно помнить Знакомо, но Ну, короче, можно просто тупо раскрыть и посмотреть, что из этого получится То есть, мы вспоминаем, что у нас е степени и nx у нас будет, ну, просто косинус nx плюс и синус nx, так? nx Соответственно, е степень минус nx это будет косинус nx минус и синус nx То есть, когда мы вычитаем из одного трубка, да, у нас получается, ну, косинус и уходит, да? Да Вот это точно И у нас останется i 2i sinx Ну, синус x, да Тут i плюс i Синус nx только, да? Синус nx плюс на i плюс i Ну, и, соответственно, я делю на 2i, чтобы получить nx Сейчас Еще раз? А, раздели А, понятно Да Окей, а потом мы, ну, как бы, просто пишем определение Сейчас мы воспользуемся в ином муниципалу Чтобы раскрыть Сейчас мы воспользуемся в ином муниципалу Сложно Сложно Наверное Так У нас останется в ином муниципалу Силожим Наймитес Конечность Ещё вот нужно Н, аркадный, и тут остаются два дни. Просто немного немного, да? Понятно? Слушайте, хочется что-то визуального. Я пока что-то визуально смотрю, но пока не очень. Значит, суть в том, что можно просто начать потихонечку расписывать, начиная с k равен. Давайте это с нуля плохо. Хотела какая-нибудь единичка. А нас не только интересует коэффициент, который будет в степени n-1? В степени n-1. А n-1 будет нам нужно, да? Ну, в принципе, да, потому что потом это... Поделиться. Так, сейчас вот. Я не уверена, что так нужно сделать. Сейчас. Я просто не могу понять сразу, надо ли что-то ещё добавить, раз я так не... Ну, да. Ну, значит, мы читаем, что получается, да, что-то? Что? Что? Ну, давай. Что? А, может быть, то, что у тебя теперь единица не с нуля? Ну, смотри, там должно быть с нуля. Ну, плюс, конечно. Ну, хорошо, давайте... Сейчас. Я просто не помню, имеете это значение или нет. Ты просто подставь к равенулю и посмотри. А, n-1. Сейчас. А, n-1. Сейчас, подожди. А, откуда это произошло? До бесконечности? Почему? Да, n-1. Да, n-1. Так. Идем будет синус, n-0. Нет? Синус х, а здесь получается, с синусом. Синус х, а здесь получается, с синусом. А почему синус невемной степени? Нет бы кто сам взял все, тот убирает. А здесь нет бесконечности. А почему минус? А, там в итоге плюс, да? Все. Ну, все правильно. Так. Я хочу начать упрощать. Чтобы в пути нам получится синус. Синус. Н, x. 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 Толь к н. Н, x. Н, x. Понятно, здесь не n, будет 7, x. И так далее. А ты сделала последние строчки? Я группу подставляю нечленный К. Адали в плюс. Сейчас будет понятно, зачем так делаем. Теперь нужно убедить. Как вы надеетесь? Может быть там конечно есть симметрия, но в принципе это не совсем так. То есть если коробу отдаму, то там косинус первый, а синюс это n-1, да? Ну хорошо, я могу поменять в принципе коэффициент. Совет. Ну то есть абидемиальные коэффициенты они точно симметричны, поэтому можно написать там не 1, а n-1. Мы поделим левую и правую. А, ну давайте вынесем синус степени... Ну вот я продолжаю писать, да? Вынесем синус в степени nx на скобке, да? У нас тут останется n-1, но ведь на... ну косинус делится... А, нет, лучше вот так. Косинус n в степени минус 1x делить на синус n в степени минус 1x как раз катангис, да? Катангис n в степени минус 1x плюс... не пиангис... Тут будет только самый... Ни минус... А... Катангис... Пиангис... Все скобки н... Ни... Не... Ни... 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 ... Так... Ни... Очень... Там нужно не в n-1 степень выносить, кажется, а в n, потому что у тебя один синус есть, а еще в косинусе n-1 степень. Хорошо. Я не нашел геометрическую, может, я плохо гуглил, но я не нашел геометрическую. Ну вот здесь, кстати, вот этот факт, который самый понятен, там брали n специально. Получается, не чёрное, чтобы n-1 будет чёрным. Если мы представим n через n, то у нас получится синус. Синус, синус, синус. Тут остается то, что есть. Катану есть n-1, n-1, плюс n-1. Катану есть n-1. То есть у нас получилось фактическое сопровение синус n-x, равно, который будет в принципе. Мы уже близко, да, это понимаем? Да, почти. Так, поделим на синус. Я левую правую часть поделю на синус. А можно спросить? Да. А куда вы подевали минимуми единицы, когда второй структурный танкер? Они все сократились. Здесь? Ну, не-не, вот отсюда, да, следующее так равно. А, вот здесь? Я их не написала. Можно было? Вопрос идет? Смотри, а зачем это выражение? Для чего? Для чего? Ну, мы теперь продолжаем дойти. Для чего? Для чего это выражение? Для синуса? Для, ну, лучше для синуса чего? Начинать. С чего? Синус nx. Синус nx. Поэтому мы точно знаем, что когда мы считаем синус nx, он же действительный. А можно все? Ну, они сами собой сократятся. А если там, в черной степени, то он наскоряется? Нет, какая разница? Мы точно знаем, что синус nx это действительно число. Согласен? Значит, как бы ты не использовал комплексные числа по ходу, то есть, если ты начинаешь, что вот 4, ну, не знаю, ты начинаешь, там, 4 равно, ну, что это равно и квадрат плюс 5, правильно? Ну, я утверждаю, и ты дальше, там, еще опять, и ты чуть еще, там, си, там, сделал. Но я утверждаю, что если ты в финале получил а плюс б и, я держу парив, что а равно 4, а б равно 0. Да, но никто не сказал, что когда переходили от предпоследней строчки к последней, мы не потеряли такие коэффициенты, что мы не потеряли в учетной степени. Может быть, это как-то вдруг следует, но это не совсем учебник? Не, ну, у нас-то n, смотри, у нас, давай посмотрим. А, это хороший вопрос. Да, с этим я согласен. Давай посмотрим, почему мы их не потеряли. Почему мы их не потеряли? Ну, да, посмотрим, здесь i в какой степени? Здесь i в n, а здесь i в какой? В n, а n, по-моему, нечетная. Поэтому вроде... А внутри суммы? Внутри суммы. А, внутри суммы, да. Внутри суммы, да. Просто насколько... Смотрите, у вас единица в первой степени в неминателе... У нас. Ну, у нас и всех. Тогда... Вроде не могут быть четные степени. Да, могут быть. Здесь вот этого, конечно, нету, да? Это нечетные степени. А вот здесь, конечно, в х бегает от единички до n. А мы берем не все карты. Мы берем пока нечетные карты. Сейчас. А почему мы нечетные? Потому что четные, видимо, нам... Наверное, поэтому нам четные и не нужны, что там... Берем четные. Ну да, там все строилось на том, что берем как к-к-к в один... А там... Ну, надо обозначить это в сумме как. Поговорим обозначить, что здесь в сумме к-к-к-к... Ну, лучше прям подсунем к. Нет, там еще нормально. Следующая строчка. А, следующая. Ну, вот здесь я как бы записываю. А, ну, тогда вот поэтому, если мы берем к... К берем какие здесь? Нечетные. То, соответственно, как раз при четных к... Смотри, если у тебя к четное, n нечетное... Разница нечетная и это нечетная... И как раз при остальных будет и оставаться. Просто это баланс. Я купил баланс, потому что на и делим. Что? На и делим. Ну, значит, четное будет. Еще раз, смотри. Мы какие берем? К. Мы берем К. Нечетное. А, мы К берем нечетное. И потом... Делим на... Сейчас мы К берем нечетное. К берем нечетное. Получаем здесь... n у нас нечетное, правильно? Н. К у нас нечетное. Тогда это четное. Это должно получаться ответ с i, да? Нет, все тогда наоборот хорошо. Если у вас и то, и то нечетное, в сумме четное, у вас в знаменателе i получается нечетное. Значит, оно выпадает. Нечетное должно давать 0. Сюда. Да, баланс, который бы пришли. Ну, просто я изначально видела у нас, у нас n нечетное. Да, вот здесь нужно что-то написать. Ну, ладно. Ну, там, ниже. Ну, что? Мы делим левую, получается, на синус квадрат. Синус в степени, да? Ну, n это 2 и плюс 1, да? Поэтому здесь он входит. И мы получаем такую вещь. Синус в степени 2, минус x. Здесь можно обозначить... Катангенс, допустим, катангенс в степени 2, m, x. То есть это у нас будет какая-нибудь группа у в степени 2, n. И тогда у нас получится, вот, следующее у нас получится, n на 1. И тут у нас останется y2n плюс n3, y2n плюс n2. Так, мы, наконец, добрались до уравнения. Вот, уравнение у нас будет... Ну, корни, сумма корней которых, ищем фактически. Уравнение у нас получится, у нас синус nx. У нас нужно посчитать, когда синус nx равном у. Так, синус nx равном у у нас будет решением x. x у нас будет, получается... Сейчас, если мы поставим, по идее, кратангенс квадрат, 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 квадрат... Да. Сейчас мы поставим... Сейчас, наверное, по-другому лучше. Какие у нас есть какие-нибудь синусы? Синус г, у нас там не идут. Ам... Синус г, это уже ПК. ПК. Угу. Итак, ищем... Синус, вообще нx равном у want. И ка, собственно, я не создам. А, давайте так, сейчас нападим, сейчас вам это, как вам можно сказать здесь, степени m, и здесь степени m, чтобы очевиднее было. Там рядом m-1, следующая, да? Ну, в этом случае? Да, да, да. Ну, теперь это как более-менее понятно. Ну, похоже стало, да, на полидно? Да, похоже на полидно. Значит, когда у нас... здесь у нас получилось фактически... Ну, здесь у нас полидно, справа, да, слева у нас уравнение. Значит, нужно найти решение этого уравнения, а потом их сумму. Коэффициенты мы, как бы, будем уже знать. Да, нам, в принципе, нужны были первые два коэффициента. Теперь, значит, как найти решение этого уравнения? Ну, сначала сумму найдем. Сумма какая у нас выходит? Сумма у нас выходит минус вот этот на этот, да? Сумма у нас баланс, минус n на 3, n1, это что такое? Это, значит, сними на тебе n, а здесь n факториал на n-3 факториал на 3 факториал, да? n сократилось, получилось минус n-1 на n-2 на n-2 на 6, на 6. И n на 1 сократилось, да? Дальше. n-1 это 2n. n-3 факториал, это n-1, а, еще на n у нас все. Ну, n и n. Вот. Тут осталось, соответственно, минус 2n на 2m-1 на 6. Правильно? Да. Ну, и как раз получается m... А должно... А какое мы доказываем исходное утверждение? Вот, странно, значит, что-то я... Где? А, все. Ну, наверное, неправильно. Там минусом 2. Где? Мы должны доказать, что у нас n на 2m-1... А, нет, все правильно, 2m-1 здесь. Ну, вот здесь минус 1. На 2 сократим, да? m на 2m-1 на 3. У нас получилась такая штука. А, понятно. Где? Ну, там же, мы когда берем синус... У нас, короче, вот здесь... Будет минус везде, да? Вот там. Угу. И здесь. Ну, везде, собственно, да? Ну, что, давайте подведем итог. Значит, я, к сожалению, вот забыл эту часть. То есть, первую часть доказательства я помнил, а дальше я забыл, и поскольку... Сначала губим, геометрический факт, ожидал, что он геометрический был, поскольку очень похож на сумму площади. Ну, черта не нашел. Вот. Ну, идея вроде понятна. Свели к уравнению. Нашли сумму корней. Сумма корней равна отношению к амнице. Получается, я назваю минус 1 на 3. Ну, и как раз сумма корней – это катамнице. Доброе? Ну, то есть, ну, конечно, немножко так у нас спутно получилось. Ссылку на статью я выложил. Можно, кстати, наверное, и там полазить по другим ссылкам. Все-таки мне очень хочется геометрический факт. Я даже объявлю шоколадный бонус. Шоколадно-данасовый бонус. А если это будет копипаст? Если это не сама придумывается? Без проблем. Если найдешь вот именно геометрическое показательство, то, конечно. Раскоп большой? Ну, смотрел бы, насколько изящно будет доказательство. Именно вот с катангельцами, да? Ну, не, можно... Нет, там... Ну, давай, вот, раз уж мы пошли это, то меня интересует вот это, если геометрическое найдется, то клево. А так нам предлагается, конечно, много, но, пожалуй, самое элементарное по технике – вот это. То есть, там есть другие доказательства, которые используют, там, интегралы, там... Ну, самое простое по технике, которое можно школьникам рассказывать. Нет, понимаешь, здесь-то, у нас комплексные числа появились только в доказательстве этого. Поэтому, по-моему, там... У меня было, не знаю, такое смутное ощущение было, я честно скажу. Я помню название статьи, но я не заперечиваю. У меня было какое-то смутное ощущение, что этот факт доказывается, ну, школьными... То есть, где у нас возникли комплексные числа? Комплексные числа у нас возникли только на втором этапе. На первом шаге у нас просто были суммы, ограничения. Мне казалось, что оно совсем школьное. Там вообще не было... Ну, я сейчас... Там действительно... Ну, то есть, я не нашел того, чего у меня была иллюзия, что есть. А Мария храбро через это все продиралась. Мария, ну, тебе понравилось? Ну, да. Самое главное, твоя вещь... Доказывать не очень, а так да. Не, мне кажется, что... Там, которая эйлера привела на чайный тест, на каком же легче. То есть, написано, что она не очень правильная, но зато она легче. Ну, да. И вот там можно донести до... Ну, оно... Там содержит некие... Здесь все аргументы строгие, но мы немножко не справились. Вот. Там есть не строгие аргументы, но он действительно, на первом, такой более отдельный. Хорошо. Ну, я... Значит, если кто с катангенсами дольет... Ну, то есть, если кто найдет... Такое... Катангенс, ты уже диаметрую себе. Ну, если нет, то уже будет другой элементарный подходящий на школьную программу. Но строгий. Так, хорошо. Давайте мы что сделаем? Что, паузу, потом продолжим про условные награждания, чтобы идти к друг другу противника. Хорошо. Поехали! Поехали!